Всем привет, друзья! Сегодня мы оказались просто в волшебном месте. Это Кабардино-Балкарская Республика. Я впервые здесь нахожусь. Мы приехали в гости к моей коллеге Наталье, коллега по грибам. Она пригласила нас в гости. И сегодня у нас начинается невероятное приключение, то есть наше путешествие открывается именно отсюда. Мы приехали в Нальчик и начинаем посещать его окрестности. Сейчас наш путь лежит в Черекское ущелье. Здесь, как видите, установлен вот такой вот памятник, огроменный камень в честь восстания балкарских крестьян. Надежда уже нашла где-то душицу, то есть она здесь повсюду. Здесь повсюду просто невероятное количество лечебных лекарственных трав. Вот такие вот величественные камни. Вокруг нас горы и мы держим путь дальше. Сейчас мы с вами окунемся в красоту, невероятную красоту глубочайшего ущелья под названием Черекское. У въезда в тоннель нам встречается родник с кристально чистой водой. Она необычайно вкусная и полезная. Можно пить прямо сразу с родника. Освежает, бодрит, просто потрясающе вкусно. А вообще Черекское ущелье – это гордость, это жемчужина Кабардино-Балкарской республики. В ней вообще очень много живописных мест, которые невозможно увидеть все за один день. Например, из семи вершин с высотой более 5000 метров, которые находятся на Кавказе, пять из них расположены в Черекском ущелье. Черекский район Кабардино-Балкарии также является одним из самых высокогорных районов на всей ночи территории нашей страны. Черекское теснино или Черекское ущелье – это участок горной дороги между поселками Бабугент и Верхняя Балкария. На дне ущелья протекает река Черек-Балкарский от дороги до реки 500 метров. Через ущелье идет дорога от села Бабугент к Голубым озерам и поселку Верхняя Балкария. И для удобства передвижения по теснению расположены два тоннеля. Черекское ущелье привлекает туристов невероятной красотой, которая открывается со смотровой площадки на все величие кавказской природы. Вот эти вот горы из полины, быстро петляющая горная речка и также легенды, которые связаны с этими местами. Только что вы видели в тоннеле дыру, через которую просматриваются воды Черека. По преданию, именно вот в эти воды, в эту дырку суровые кавказцы сбрасывали своих неверных жен. Теснина ведет Верхнюю Балкарию, где первой достопримечательностью считается оборонительная крепость Зылгекала. Она находится прямо на выходе из теснины. Трехъярусное сооружение, сейчас вы его увидите, мы подъедем поближе, было построено в 10-11 веках и разрушено во время захватнических набегов Тамерлана. Достаточно живописное место. Здесь можно увидеть туров, грифа ягнятника, много растительности, горы, вытекающие из ледяного грота речку Карасу и насладиться нарзанными источниками. На дне долины видны мавзолеи, склепы, могильники, а также развалины старых аулов. Мы сейчас их можем наблюдать, потому что мы уже подъезжаем к этой башне. Башня Абайкала находится в заброшенном горном селении Кюнлюм. Относится она к эпохе позднего средневековья и является архитектурным памятником. Силуэт белого строения виден издалека, потому что раньше болгарцы штукатурили стены известью. По легенде, родовая башня Абаевых принадлежала родоначальникам Балкарской феодальной знати, а сегодня у ее подножия работает кафе, куда привозят туристов на обед. А рядом у реки Черек в Валерии живут лев и медведь. Вот она эта башня, мы можем ее наблюдать. Сейчас мы паркуемся возле кафе, где мы хотим пообедать. Здесь у нас не менее красивые места, такие как Зарыбленный пруд, плавают форель, плавают осетры и можно пофотографироваться, а туристы могут подняться непосредственно к самой башне. Далее наш маршрут пролегает в Нижнее Голубое озеро, но имеет зеленовато-голубоватый цвет и постоянную температуру воды это 9,5 градусов, 9,3 даже если точнее. Глубина наибольшая в этом месте это 292 метра. Потрясающая тишина, глубина просто поражает. Такое вот место невероятной силы, мне очень оно понравилось. Воду не пробовали, она сероводородная, хотя как такового запаха не имеет, то есть я запаха никакого не почувствовала. Здесь также у нас еще несколько озер на нашем пути предстоит. Это Нижнее Озеро Голубое, будут Верхние Озера Голубые. Далее мы отправимся с вами в Секретное Озеро и Сухое Озеро. Вот в Сухое, кстати, машины не проехать, там нужно будет идти пешком. Такое вот еще посетили место. Здесь все облагорожено. Озера облагорожены кафешками. Прудики возле кафешек зарыблены. Можем наблюдать вот такую вот форельку, что очень привлекает туристов. Здесь, кстати, на этом озере также еще есть тарзанка. Потрясающая. Пацаны, не знаю, не спрашивали. Сейчас мы уже прибыли на Секретное Озеро, скрытое, и здесь нас угощают очень вкусным чаем и хачинами. А по дороге на горячие источники, к сожалению, не попали в кадр. Мы заехали на разведку в лес. В том, с чем было, был уже вечер. Нет, не с утра. Мы едем на горячий стол. Мы можем подсказать, что не с утра, потому что обувь чистенькая, беленькая. Вот, как зашли, да. От этих эмоций, от этих карт, тонн, видео, которые просто заставили выключиться. Очень ароматно. Во дворе у Наташи растут потрясающие гортензии. Утром прошел неплохой такой ливень. Все было достаточно мокрое, но мы не теряем надежду. Мы собираемся ехать в лес. Ну, то есть, то, что мы должны в первую очередь были здесь сделать. Ребят, всем привет. Как вы уже заметили, мы сегодня второй день в прекрасном городе Нальчик. Вчера у нас было очень много путешествий, очень много локаций. Посетили много достопримечательностей. И даже заехали в лес и нашли грибы. Дело было уже вечером, поэтому мы только разведали. А сейчас мы отправляемся с вами в прекрасный горный лес Кабардино-Балкарии собирать грибы. Посмотрим, что нас сегодня ждет. Сегодня у нас 10 июля. На улице достаточно жарко, но с утра пришел дождь. И, возможно, нам сегодня повезет. Мы в гостях у нашей коллеги Натальи. Надя сегодня у нас за рулем. И мы едем на Кабардино-Балкарию. Всем привет. Наташа, как в этом году с грибами? Ну, у нас очень хорошо. Кабардино-Балкария в этом году просто нас радует. Очень хорошо. Очень-очень-очень. Великолепно. Ну, по факту, сезон имеется в виду сейчас или нет? Ну, не знали это. Что было хорошо массово? Сморчок. Прям массово собирали. Обыкновенный сморчок собирали. Ну, в принципе, наверное, а синий корешок прям массово. Ну, что для вас массово? Расскажите. Ну, это... Что это такое, когда лопатый? Это вот 2-3. Ну, это порядка, наверное, 30 килограмм. Это массово. Это массово. Посмотрите, ребята, как нас сегодня порадует. Ну, я думаю, порадует. Пойдем посмотрим. Мы едем в сторону Кашхатау. И здесь у нас стоит ГЭС. Тоже для нас, конечно же, это достопримечательность. Остановились сфотографировать. Приехали в лес. Видите, да, сзади машина. Лес такой свежий. Просто фантастический горный воздух. Утром лил ливень. И мы боялись, что мы просто не пойдем в лес. Но погода распогодилась. Появилось солнце. В лесу свежесть. Все сырое такое. Но, тем не менее, вот с машины мы уже увидели грибы. Что грибы есть. И они лезут и молодые. И есть, конечно, и старые раскисшие. И вот буквально в двух шагах от меня... Смотрите. Белый гриб. Такой вот шикарный. Я думаю, он свежий даже. Да, хрустит. Хоть и подмог чуть под дождем. Но красивый. Немножко его съели с тызни. Тут же грузди. Где-то я видела еще... А вот, прям монеточки, монеточки. Груздочкиль. Вон там, чуть подальше лезет серо-розовый мухомор. У нас сегодня будет вот такой вот ассортимент. Ну, серо-розовый мухомор и грузди мы не будем брать. Вот мы сегодня будем брать исключительно хорошие грибы. Видите, вот розовеет. Прям видно, даже можно не сломать, пусть растет. И я иду догонять девчонок на ту сторону. Они уже на той стороне ходят. Пойдемте посмотрим, что же там на той стороне. А потом вернемся, конечно, сюда. Наш прекрасный коллектив. Наталья сегодня с дочерью. А Надежда у нас нашла... Вай, 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 какая полянка. Двух красавцев спрятался. Гриб очень красивый. Свежие хрустят. Смотрите, какие беленькие. Здесь у нас, конечно, как всегда, товарищи-конкуренты. Но гриб свежий. Жучков мы уберем из слизней. Грибочки подрежем и возьмем с собой. Еще одна находка. Прям конкретный такой свежак. На тоненькой объезженной ножке. Бедненький разваливается, но он чистый, посмотрите. Он чистый. От того, что слизни съели серединку, аж разламывается. Потом почистим. А так в лесу, конечно, ассортимент просто зашкаливает. Какие хочешь грибы, везде, на каждом шагу буквально. Просто шикарный ассортимент. Боже мой. Это нашла Ангелина. Посмотрите, какая нога. Нога просто гигантская. И маленький еще рядышком ездит. Попробуем его раскачать. О, его даже не надо раскачивать. Он так прекрасно выходит. Просто посмотрите на этого монстра. Сразу такой вес. Грамм 200, наверное. И он чистый. Ямку прикроем. И этот такой же. Вот чем мне нравятся вот эти вот горные грибы, быть тем, что белые грибы по сравнению с нашими тонконогими, здесь просто одна нога чего стоит. Как говорит Наташа, здесь никто, просто никто не собирает грибы. Местные кабардинцы их просто не едят. Ну, а для нас это, конечно, раздолье. Нам просто мечта была оказаться здесь. Как бы это лес сказочный в том отношении, что здесь, даже если нет грибов, просто идешь и любуешься всей этой красотой, которая есть на нашей земле. Но это грибное место. Все равно грибочки есть. С горы идет вода. И в лесу вот такие вот ручьи. Буйство зелени и всех всевозможных зеленых оттенков. А бабки здесь просто на каждом шагу. Но они по большей части все вот такие вот. Объеденные. Слизни здесь, как и овцы, нагулиные, жирные, мясистые. Естественно, не пускают момента поесть свежих грибов. На пригорке спрятался. Думаю, мы его не заметим, а мы его заметили. Он твердый, но чуть-чуть покусанный. Ноги, конечно, у них вон осталась часть ноги. То есть такой гриб после дождя мокрый, хоть немножко и битый, все равно можно взять с собой и что-то пообрезать на сушку. Ну, согласитесь, не наши краснодарские грибы все равно красивые. Мне кажется, везде грибы красивее, чем у нас. Прошла чуть... Чуть не прошла, точнее, грибочек. Но он такой маленький, его уже съели. На сквозь. А вот этот у нас, а бабочек, поживее выглядит. Вот этот, да, прям крепенький и свежий. Вот этот мы возьмем. Еще пожелать после такого ливня, как немножко битый, но все-таки крепкие белые грибы, которым можно все равно подрезать и пожарить. Что-то за грибы валяются. Это тоже беляш стоит? Да, по-моему, беляш, да. Старенький. Возле дороги стоят, слушай. Идем, идем. Видите, соседство серо-розовый мухомор. Белые уже старички. Уже мушки над ними летают. И, то есть, вот работает наша примета. Если видишь мухомор, любой, серо-розовый, пантерный, красный, то обязательно с ним рядышком ищи белый гриб. Пожалуйста, вот они. И они все рядом по соседству. Здесь даже просто находиться приятно. Потому что, вот послушайте, звучание этого леса. Тихо. Свежо, потому что сейчас примерно 20 градусов, не больше. И просто вот филармония, пение птиц. Настолько вот отдыхаешь здесь, эмоционально разгружаешься от всего. Это что-то фантастическое. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Прошла еще пара белых красавцев. Такие же они по состоянию. Они как бы крепкие, да. Видите, их съели уже слезняки. А тут тоже красавец еще один. Это, конечно, не хрустящие белые звонкие грибы, потому что все-таки погода немножко нам не дает расслабляться. В плане того, что, допустим, вчера было очень жарко, а сегодня был проливной ливень с утра. И мы вообще думали, что мы в лес не попадем. Но все же даже такие подарки от леса нас очень радуют. В лесу потемнело. Небольшая у нас такая заминка случилась. Все разошлись и еле друг друга нашли. А я почему остановилась и хотела вести съемку, но поняла, что все ушли и нужно было их догонять. Сейчас обратно привела их на то место. Покажу сейчас, что же я нашла такого удивительного, что сподвигло меня забрать их и привезти сюда. А это у нас, смотрите, это кучка белых. О, это гром. Которые я насобирала. А здесь у нас вот такой вот рядок классных лисиц. Обалденные лисята. И они свежие, молоденькие. Вот они. То, что мы и хотели найти. Лисицы здесь оказывается на редкость. По крайней мере, не было. Раньше не было. Сейчас нашлись. Это, видимо, с Краснодара с нами приехали. Непогода нас выгоняет из леса лесовичок сегодня. Видите, как льет сильно. Мокрые просто. Вот можно выжимать. Насквозь. Телефон прячу, потому что замокнет. Дождь все-таки был у нас из леса. Мы прибежали в бегомую машину. Сняли мокрые вещи, которые можно было просто выжимать. Дождь не унимается. Так, видите, льет. Уезжаем домой, потому что боимся, что не проедем. Дороги просто сейчас раскиснут. Но зато мы немножко, даже то, что нашли, мы уже получили такой бешеный кайф. Таких грибов у нас просто нет в Краснодарских лесах. Да вообще. Они бросались на нас просто по пути, по дороге. Малыши белые, чистенькие. Но в лесу поднялась вода. Там просто уже невозможно ходить. Вот видите, да? Течет просто с гор. Поэтому сейчас приедем и, наверное, пожарим то, что нашли. И если погода нам позволит, мы поедем сегодня еще раз. Погода в горах меняется просто с невероятной скоростью. Как видите, мы отъехали от леса. И здесь уже рваные облака. В некоторых местах даже не было дождя. Попробуем проехать немножко дальше. Там, где дождь нас не застанет. Все-таки хочется еще немножко пособирать грибы. Потрясающие места. Даже вот, несмотря на то, что лес обтянута проволока. Все равно очень красиво. Нам очень понравились эти места, эти леса. Чистый воздух, горьи. Ну что ж, едем дальше. Едем посмотреть, что у нас впереди. Здесь дождя не было. Поэтому мы поедем. Еще один лес. Там, где нет. Приехали мы в этот лес. Тут тоже накрапывает дождик. Мы переоделись и нарядились во все самое лучшее и красивое. То, что было сухое в машине. Поэтому, если вы встретили людей, одетых как бомжей с ведром, знайте, это не бомжи. Это грибники. Вот такой вот лес у нас. Еле здесь. Вот это вот заброшенная дача Хрущева. Такая вот интересная из камня. И мы идем проверять, что же растет здесь, в этом лесу. Очень похожа природа вот такие вот лужки на архыз. Но в архызе бы были здесь грибы, опята, допустим, шопиньоны. А здесь вот нет их. Вот так вот высоко. Сейчас посмотрим, сколько над уровнем моря здесь высота. Но поднимались мы достаточно долго. Лес темный-темный. Старая лещина. Орех. Орехов здесь очень много. Это просто ореховый рай, потому что здесь везде растут орехи. Их тут собирают и сдают. Потому что сейчас очень выгодно. По-моему, 700 рублей за килограмм. Поэтому местный люд не теряется, собирает и делает хоть какие-то деньги. Потому что зарплаты здесь у людей очень маленькие. Производств нет никаких. И каждый выживает как может. Первые грибы, которые нас встречают, вот такие вот малыши после дождя. Серо-розовые мухоморчики. Сегодня мухоморы мы не собираем. Оставляем в лесу. Люди. Люди. Беленький. Малышок. Малышок. И следом за первым белым, второй беляж. Звонкий-звонкий. Чистый-чистый. Ой. Красотуля. Очень крепенький такой. И вот смотрите. Идем чуть-чуть вниз. Здесь такой хороший склон. Достаточно. И вот его собрат. Прям на уровне, где первый. Тут же рядом. И маленький. Не катись. Вот чем мне нравятся эти местные грибы. Тем, что они как бычонки. У нас таких нет. Идем дальше. А папки попались. Думала, какие-то поганки. Подошла. Такая сорвала. А они даже ничего. Прям такие интересненькие. Свежие. Здесь вот. Испортились грибы. Идем смотреть, что девочки нашли. Глаза же разбегаются. Невозможно же остановиться. Посмотрим, что это. Бандарцевия. Он резиновый. Хотя, ну, вкус такой достаточно насыщенный, грибной. О, здесь еще земляничка есть. О, это вообще. Мечта. А не лес. Это первое наше выезд. Был три ведра мы тогда здесь собрали. Классно. Руины. Видимо, что-то тут раньше было. Какая-то старинная, старинная постройка. Камни теперь только одни остались. Какие стволы. Представляете, вековые стволы повезли. Все вырубается. И все, пара столетий и останемся без леса. В общем, не дает нам сегодня погода походить по лесу. Опять пошел дождь. И теперь мы окончательно поедем домой. Поедем, пожарим грибы. Будем отдыхать дальше. Что-то подошло. Не достои братья, значит. Останься. Я буду первый раз. Именно вот такие вещи. Я отвариваю. Утро следующего дня. Сегодня нам предстоит побывать с вами на Эльбрусе. Впервые в жизни у меня будет знакомство с этой горой. Я никогда вообще не была в Кабартино-Балкарии до этого. И тем более, я видела Эльбрус только издалека, когда была в Карачаево-Черкесии. И на картинках, конечно же. По дороге потрясающие виды. Также чистейший воздух. Пасутся кони, коровы, овцы. И мы меняем немного маршрут. Заезжаем в окрестности озера Гежгит. Сейчас мы его с вами увидим. Гежгит – это река, которая протекает в Эльбрусском районе. Длина речки составляет 28 километров. Она находится на 2330 метрах над уровнем моря. И, соответственно, и озеро называется также Гежгит. Само озеро очаровывает вообще с первого взгляда. Рекомендую его обязательно к посещению. Конечно, дорога там немного плохая. То есть подниматься нужно на желательно высоковатой машине. Не на низкой, а на уровень. И если подниматься по дороге вверх, открывается просто неколепная панорама. Слева можно ехать с хорошим клиренсом. Справа – с любым. Озеро можно объехать вокруг, но придется преодолеть небольшую речку. То есть машины более низкие, конечно, лучше им туда не соваться, потому что придется накидать под колеса камни. И, соответственно, в плохую погоду может и не проехать. Ранее в это озеро, кстати, сливали отходы с завода по обработке вольфрама. Почему вот такие вот красивые горки мы видим? Вольфрам, Малибден – все они придают такую вот зеленоватость этим пригоркам. И озерцу. Люди, кстати, купаются. Мы приехали пофотографироваться на озере Гежгит. И наблюдали картину о том, что местные ребята приезжают сюда купаться. Температуру не подходило, не пробовала, не знаю. Но пейзаж и высота меня впечатлили. Место пустынное, туристов почти нет. Поэтому обязательно посетите. Мне кажется, в солнечную погоду вам просто очень зайдет это место. Кафешек, кстати, нет. Увидела только пару будок. Одна работала, одна нет. По-моему, там продавали хачаны и чай. Вот ребята купаются. Я не рискнула лезть в воду и пробовать ее температурную. Я думаю, она очень холодная. Поэтому, что насчет перекуса, так это нужно взять с собой. То есть не рассчитывайте на какие-то кафе, что можно будет здесь перекусить. Дорога как бы не близкая, поэтому все-таки все придется взять с собой. Виды вокруг симпатичные, многоуровневые. Локация вам подойдет, если вы едете непосредственно на Эльбрус. Имеете немного времени в запасе, чтобы посмотреть на величие этого места. Выезжаем из этой локации, возвращаемся обратно на трассу и едем в сторону Эльбруса. Перед нами городок Тернеаус. Достаточно пустой. Крупнейшее ранее поселение в Эльбрусском районе. Мы поднимаемся на Эльбрус. Сейчас будут очень красивые кадры. Мы уже на красоте там. Очень вот такой. Мои переполняют. Сзади нас много-много снега. Это только начало. Какая красота. Долго так лететь уже? Ну, как будет по домам? Значит, я тебе сколько час так ехал? Час так? А так долго? Нет, тебе мне кажется кажется. Нет, там, например, в Донбайе, там 4 уровня. На 5-й можно только пешком идти. А. На 5-й можно пройтись пешком. Но сейчас там уже вроде бы как начинают встроить и на 5-й уровень. Где, откуда, с какой высоты, видно Эльбрус и Казбек. Ну, Казбек говорит, редко, а Эльбрус 100% по всему виду. Там баи, да. Снег. И тут лавины. И лавины забивают, да? Водопады. Мне тоже кажется, как-то неприкольно. Это снег идет? А, мне кажется. Это у всех, мне кажется. Это у всех, так, кроме Рената, мне кажется. Такой белый. Водопады. В этом потрепанном стекле, конечно, другая. О, какая чистая картинка. Есть такие трусики, леопольдики, как некоторые. Что не надо? 3100. Эльброс, красава. Идем дальше. Мы едем еще выше. Выше Эльброса. Вот это эмоции. Рот не закрывается от улыбки. Что-то чем-то из Краснодара в 40 сюда. Где? 3 или сколько? Там 4 градуса. А где мы сейчас? Рабаши, да? А где? Мы вот здесь. И поедем. Офигеть. То есть вот еще выше. Вот 5600. Потом они, представьте, что мы идем. Офигеть. Красота неимоверная. Но Эльброс так и не открылся. Мы на второй площадке в надежде на то, что он открылся. Ну вот, 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 вершинка открылась. Чуть-чуть, но не весь, но уже классно. Вот она, Эльброс. Красота. Снегу много. Да, там сточки на холоде. Здесь тепленько, да. Здесь, наверное, градусов 5-7. Все. Мы поднялись на высоту 3460, да, по-моему? 36. Ну что это такое? А едем мы еще выше. 3800. Холодно. И много-много снега. Но мы очень счастливы. Нет. Надо поканать это перепуганное лицо. Нет. А же глаза слепит с нею, да? И вот, друзья, мы на Эльбросе. Какая красота. Очень холодно. По сравнению со всем. Немножко он спрятал. Пока мы поехали за него. Погуляем. И, возможно... Работа будет, но могу нормально говорить. Сейчас дождаться, пока откроется вид на него. Пойдем фоткаться. На память. Еще давай снежки. Соги. Садимся. Зnomи. колоритные кафешки на самой высоте смотрите как красиво сделано вот все кто приезжают оставляют денежку подписываются загадывают какие-то желания что-то пишут на своих денежках тут этих денег просто все обклеено полностью и они все настоящие вас растет тут уже намного теплее смотрите лисичка смотрите ничего себе беды мы вернулись вниз не хватает один оба и чаёчек да очень вкусно чай а я в лепиховой какой вкусный чай всем привет день 4 мы едем за грибами я вчера сгорела на эльбрусе как вы можете видеть а все остальные никто не сгорел только я сегодня наш крайний день нашего отдыха и мы решили посетить его грибам вот там красавчик кавказский грибет сегодня мы наконец-то его увидели ясная погода за окном вот видится трое рынок кабардинский сейчас заедем на него рынок все красивое и вкусное заедем сюда ура ура и ва Вот такие вот сегодня у нас приобретения. Спасибо. Вам на лесные поездки в зиму. Красота. Я взяла. Спасибо. Все, преобразилась. Купила трусы шерстяные, купила чалму. Все, едем теперь в лес. Мы в лесу. Остановились на самом первом ближайшем склоне. Надя нашла один белый качество после дождей. Оставляет желать лучшего. И о бабке. О бабке тоже надо чикать, резать, смотреть. Потому что они, конечно же, тоже будут червивые. Потому что тепло, солнце после дождя парит. Но все равно в лесу свежее намного, чем в краснодарских лесах. Разница колоссальная. Пойдемте искать грибы. Ну вот они, да. Конечно, они хреновые все. Даже если вот так вот подрезать и резать пополам шляпку, смотрите, обязательно разрезайте. Потому что вроде бы чистенькие, а так режешь фигня. И по точкам, которые мы наблюдаем сверху на шляпке, уже можно понять, что гриб не очень-то и чистый. Хотя, этот, видимо, еще не успели. Вот этот чистый. Этот старый размокший. Мягкий слишком. Нет. Конечно. Вот один возьмем и посмотрим, что дальше. А бабки, а бабки. Раскисшие, размокшие. Ну да, они мягкие хоть, но чистые. Думаю, что это белые. Вот они, обманщики. Это валуй. Элисарешка вонючая. Всегда такая вот скользкая. Сдалека похож на белый гриб. У нас они всегда червивые. Всегда. Здесь аналогично. Свички. Мелкие. Не подросли. Кто вырвал такую милизьбу, непонятно. Ножечку дать? Сейчас я поднимусь. Вырежем. Золотые. Ну уж потеряла. Сейчас? Ну не сейчас, возле машины 100%. Там. Там. Найдем. Найдем, да. Если нет, на сиденье может быть просто. Косичка тебе. Так, я бабки тебе. Мне тревог. А они что, ты говоришь, просто сидят? Просто сидят? Я не, на них не сочет, они заново даже. Пойдемте. Там удобно только одна, как бы, собака и одна лететься. Но красота. Спасибо. Да. Так, расширься. А это у нас молоденький ежовик. Ежовик. Желтый. Его отличие в том, что, видите, изнутри у него, снизо шляпки, геменофор игольчатый. Остальные маленькие оставим. У нас, ребята, смотрите, какая красота. Солнечная полянка. Лисичка. И дальше пошли молочаи. Пошли по склону. Вот здесь какая красота. И вот такая вот шикарная лужа рядом с ними. Пошли дальше. Это же еще не конец. Молочаи мы не берем. Лисичку мы заберем. Как красиво. Холмик такой шикарный. Дальше на холмике. Ну, любят, любят на холмах расти у нас. Груздочки маленькие, россыпью, горохом. И идем дальше. И здесь еще красота. А бабок. И молочаи. На полянке. И еще один красавчик абабок. Ты кто такой? Скажи, я беляшик. Молоденький. Потому что здесь горка по суше. И здесь уже выросли грибы. Такой вот беляш. Лазали, лазали. Лазали, лазали. Короче, мало набрали. Я ему говорю, муж уже не поем. Говорит, да может даже не добрались люди. Пришли. А там людей нифига не было. И вот еще один. Ну, надо смотреть на его качество. Тут один белый погибший. Второй белый. Да, он в точку есть, конечно. Ну, хотя, хотя, хотя. Достаточно твердый. И я думаю, сейчас мы его резанем. Настя, резани. Нашла нож? Да. Ну-ка. Чистый. Только то, что с жителями. Малу издалека так смотрят все. Наташа, нашу сушку поставит. Угу. Все. Ой, какой классный. И там меня зовут сейчас показать. Смотрите, какое соседство, что еще раз доказывает нам нашу теорию, что если видишь мухомор, любой мухомор, то рядом еще белый гриб. И вот, конечно, вот красавец рядом стоит. В процессе размножения. Смотрите, какой гигант белый гриб. Гигант. Здесь уже процесс размножения. Что это такое? Ай, какой красавчик. Да, это серо-розовый мухоморчик. Вот это, где накручивается. На пунчик. Рядом с мухомором, ну как, обычный беляш. А где еще? А вот он маленький. Спрятался. Такие они здесь толстожопенькие. На слезне их выедают. А вот этот вот? За этот говорили, за старый. Нет, перезаводь те. Один, а вон второй. А, вот он. Бери, бери, срывай. Я его не видела. Видишь, зрение какое. Знаешь, только полезно, да, по всей видимости? Да, да. Видишь, сутки после дождя и начинают лезть молоденькие. Я его осенне. Расскажи, пожалуйста. А вот ты знаешь, на иной раз, мне кажется, он чистенький. А мне кажется, на иной раз позже. Ну, позже, чем на... У нас было просто поляны. И разные-разные консистенции, кондиции. Красивые, такие огромные здесь. Мы их сегодня не берем. Ножка вроде бы чистая. Или плотная. Думала, разрез покажет что-то. Но тогда точно, мне кажется, нет. Хотя... Нет, нет. Нет, нет. Все надо разрезать, проверять, потому что очень много битого. Ну, ты ничего не... Обрезать только из-подрежу. Девочки нашли белые. Ну, рядом, потому что серо-розовый мукомор вот не прошли. Ой, ну вот этот прям аж упал. Под собственным весом. И еще рядышком смотрим. А вот еще один. Это бабок. Маленький. Это бабочек. А это беляш. они очень плотные твердый вот один был погибший красавцы конец а тот нет ну там будут 2 6 тоже к нежу стоит того за ведра грибочек он очень хорошенькие только шляпку одну шаг пантерна я собираю нам пригодятся вот смотрите на чистоту да ты режешь в принципе он чист нормально на сушку можно обрезать но вот улиток в нем очень много вот это вот точечки это дырочки да это от животных мы будем их вырезать делать обрезку на сушку смотрите молоденький пошел после дождиков раз-два и мы поднимаем голову и вот выше 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 еще один телепузик стоит маленький вот да вот эти три и сюда поворачиваешься это мухомор как раз вот это мухомор надо рядом покрутиться потому что лезет молодняк немного рядышком стоят на пусле день какой жирной траве ну вот это он его и сожрал жирный что они конечно жирнее овец покусанные бочонки вот таких вы конечно чистеньких чтоб не тронутых а кстати вон и еще не нашла причем вот здесь вот да вот мы срезали вот валяются старые срезы люди резали грибы вот тут который я вам не показал вот оказывается здесь их больше было прям на одной полянке много малыша я думаю это не предел я еще один нашла до случайно а вот и вот и сегодня маленький крапузик вот еще маленький малыш очка уверена тут еще они есть такая хорошая полянка пятачок два на два и сколько грибов такие вот еще вот он этот мухомор которым показали и вот они рядышком еще малышки очень маленький вот еще один на мало шляпку мне кажется тут если присмотреться хорошенько можно много найти все же этот пятачок и решили не кончаться вот только отключила камеру хотела уходить вот еще развернулась два нашла чистый ну вообще думаю конечно он тоже чистый сегодня у нас видите после дождя жарко даже комары прилетели вот хороший гриб и местные комары жарят отключаю телефон буду смотреть еще песички по вот такому вот хорошему склону в принципе локация как у нас они видят муховые кочки леса у нас уже так что очно попадается и туда у нас сейчас такая засуха здесь они свеженькие молоденькие яркие такие у нас сейчас будет только балочные а бабок красивые молочек я бабки молоденькие пошли он такие конечно взять на баночку очень даже вкусненько еще один красавчик а он 2 гаван 3 прям много еще один смотрите ребят 1 красивый да какой кадр вот пропавшие а вот еще парочка прям загорелые такие как подосины и китаем черненькие березовички можно даже назвать их а вот еще один для них целый рай еще один малыш загорелы интересные чистые они или нет нож у меня уже в машине в общем сегодня у нас день а бабков потому что преимущественно после дождя белые маленькие выскакивают а бабок прет как пер но мы их тоже сегодня собираем за неимением лучшего почему бы и нет потому что его 10 навалом посмотрите там мы собрали сколько вот вот какой большой дальше идем смотрим вот маленький растет прям вот только-только вылез вот по дереву еще один красавец растет вон еще и еще вообще много их да ну качество оставляет желать лучшего он еще и и забыла помыть мухомор пантерны и забыла помыть поставила белый ничего величок нет абсолютно ничего не был нет мы же там тоже насобирали в ведро пантерны и мухоморы я это не бледная пока отдельно положили нет красивый на 1 нашла один пропало и какой-то размерчик и прям классный и это тоже вот еще два малыша вода это второй они лезут или здесь малыши посмотри я сразу малыша нашла боже мой а я на эту сторону даже не пошла на смотри еще внимательно вот они раз-два красивые и какой не фокусирует ну какие красавцы и эти красивые такие вообще вот еще один маленький беленький а малыша то много лезет ай ежевика нет это валуй обманщик лучик шикарные просто и пантерный мухомор еще и классная семейка я его ставлю а вот тут больше ты не стала а он это мухи летает уже все он пропал все лучше ничего такого нет а дальше сегодня бабки вон пара смотрите как растет серо-розовый мухомор вот так он выглядит маленьким если его срезать он будет розоветь и идем сюда вот а бабок малыш какой кругленький с ним рядышком классно и еще бабки в общем у нас сегодня по бабкам много много пропавших много молодых гриба миллион какой хочешь опять мы переехали чуть дальше посмотреть вот я вижу считаем а бабок валуи сыроежки такие хочешь ты хочешь цветов свинюшки тонкие в общем валом всего но опять таки мы собираем только выборочно потому что просто не хотим возиться завтра нам уже уезжать хочется успеть в крайний день поездки сделать все побывать везде но по времени мы к сожалению ограничены груздей миллион миллион валуёв вот их много прям видно вам или нет вот они то все все валуи кульбики а лес то какой шикарный зацените пение птиц голосистых и лес такой ровненький открытый гриб видно издалека красота а бабки и маленькие большие молодые чистые плохие всякие вот такие классные да еще малыши конечно так на кочке красиво смотрятся очень классные какие баба идет испугаешься беляшик еще один жалко конечно стоит надкусили но вот видите все равно они какие здесь классные запастеньки и вот отрежешь он будет чистый вокруг поели слизни чистенький рядом мухоморка обычно видела маленький маленький там беляшик вам не видно а этот раз бомбила если из него обожрать видите разорвала от влаги и он чистенький как будто что тяжелый увесистый так надя позвала нашла бедненький очень красивый под деревом еще что-то один беленький но рядом надо смотреть потому что вещи есть и малыши я с одним нашла рядом два бочонка нога стоит там нога такая длиннючая смотрите если раскрывать 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 кривой длинный на самом деле идем у вас вот такие вот сегодня нас встречают белые грибы и там и здесь смотрите какие здоровые ну посмотрите что мы нашли раз-два-три-четыре-пять классный о чистяк вообще супер я думаю они все чистые будут все классно вон еще один они твердые нет этот все уже а этот ничего нормальный срежем посмотрим с этого не он приснилось это на сушку вариант порежем на сушилку лона увидели еще пару белых сейчас спустимся один пропавший уже не нога нормальная подъели даже три получается может еще где-то малыши будут на этом прям мухи порхать но нога я просто никогда в жизни таких не видела ног глядь а он старый упала шляпа называется а нога вот еще ну да у них один плохой посмотрю на руки заняты этот прям увесистый такой здоровый давайте с ними сфоткаю два возьми руки наш удача позвала меня на какие-то грибы а какие о 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 Надя ты должна это видеть это что-то пойдемте поближе его посмотри ну и что мы в этой балке видим ребята это что-то нечто. Вот это размерчик. Я таких белок никогда не видела. Ну, конечно, он уже там старичок, потому что там по ним лазятся кимошки. Мякость здесь точно гнилая. Видите, а мухи разлетелись. Это может быть еще и неплохо. Но сам факт того, что размер просто пипец. Это у нас краснокнижный товарищ. Шишка-гриб хлопеношковый. Даже здесь нам попался. Видите, какой-то он интересный. Весь как шишка. Серого цвета. Кстати, съедобный. Но в октябре вступит в силу закон, и мы не сможем этот гриб унести из леса. Мы вернулись. Небольшая наша прогулка такая неспешная. Все-таки мы нашли для шеи, не только бабки. Все равно собрали свои грибы. Чисто, но и неплохо. Отлично, я считаю. Еще рядом с машиной прошлась. Думаю, что тут стоит вологи. Но не зря ходила. Вот на коня она шла. Сейчас пойду обрежу, что она из себя представляет. Есть у нас такая традиция еще заглянуть в лес возле машины и на коня с собой взять грибочек. Мы собираем травы. Посмотрите, какой волшебный ассортимент. Здесь идешь, идешь, травы очень много, всякой полезной. Вся аптека здесь. На фоне вот такой вот красоты, таких гор. Вот там кавказский хребет спрятался в тучке. Тут такие ароматы просто волшебные. Смотрите, какое изобилие всего. Всего-всего. Это я вот зашла просто сюда. Здесь не так уж и много выбора. Пройдем чуть-чуть дальше. То есть и таволга, и вербейник, и подмаринник. Что только тут нет. Шикарный ассортимент. Ну, а вот на этом сегодняшнюю нашу прогулку и завершим на сборе лекарственных трав. На чай, на заваривание, на все. Даже шалфей. Крайняя локация на сегодняшний день и, в принципе, последняя в нашем этом путешествии это Чегемские водопады. Сейчас мы с вами проезжаем Чегемское ущелье. Потрясающее. Также место завораживающее. В 55 километрах от Нальчика. И большая часть туристов приезжают непосредственно смотреть здесь на самый необычный, главный Чегемский водопад. Образовался на реке Каяарты, которая позже потом впадает в Чегем. Вода в ущелье не бьет мощной одной строй, а разделяется на множество мелких потоков, и которые в месте падения превращаются в миллионы брызг. Мы еще не доехали до водопада, но уже достаточно прохладно. Чегемская теснина на место на речи именуется Су-Азау, что переводится как вода из горла. Водопады хороши в любое время года, и из-за этого сюда просто норовят миллионы туристов летом, зимой. Летом, кстати, в этом ущелье растет множество цветов и трав, а зимой потоки воды застывают живописные глыбы льда, создавая тем самым атмосферу волшебной сказки. А само ущелье поражает воображение вот эти вот высокие скалы, бурлящие чегем внизу, узкая полоса асфальтной дороги, ширина вот теснина кое-где даже сокращается до 25 метров. Настрой главного чегемского водопада можно смотреть с высоты, с двух сторон есть смотровые площадки, вход около 100-200 рублей. На подходе к водопадам всегда много людей. Здесь продают изделия из шерсти, сувениры, мед, варенье, чак-чак, другие кабардинские балкарские товары и в самом ущелье несколько небольших кафешек с национальной кухней. Мы в них не ели, не пили ничего, но по отзывам в них вкусно и недорого. И хотелось бы на память оставить немного фотографии о нашей удивительной поездке. Спасибо, дорогая Наташечка, что пригласила нас к себе в гости. Прекрасный город Нальчик. За эти прекрасные четыре дня, которые мы провели в этих великолепнейших поездках. Мы побывали просто везде, посмотрели всю красоту Кабардино-Балкарской республики, шикарное гостеприимство, шикарные столы, просто замечательное настроение. Я до сих пор просто под впечатлениями от нашей поездки. Мы пробовали блюда национальной кухни, побывали везде, где можно только побывать. И я думаю, что, наверное, все-таки что-то мы не посетили. Но главное, что мы посетили, конечно же, красавица Эльбрус. Эта поездка запомнится нам, конечно же, надолго. Я до сих пор нахожусь под впечатлением, хотя прошло уже два дня после поездки. И сейчас я для вас монтирую это видео и заново погружаюсь в те эмоции, в которых побывала. Я надеюсь, фильм вам понравился. Спасибо, что смотрели и радовались вместе с нами. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok